Добрый вечер Добрый вечер Чтобы каждый из нас он дорожил И сегодня мы будем говорить на такую тему Будь человеком по сердцу Бога Когда у человека есть правильное отношение к Богу Тогда у Бога есть особое расположение к человеку И Бог не всех людей любил одинаково Ио он любил больше И Библия говорит о Ное, Данииле Они имели особое соприкосновение с Богом Также и другие Самый лучший ходатай был Самуил Иоанн лежал на груди у Иисуса Но это не значит, что Бог, Он лицеприятен Это выбор человека Все зависит, какое отношение человека по отношению Бога И Бог говорит Вот на кого я презрю На смиренное сердце и на сокрушенный дух Давид был по сердцу Бога Прежде своего помазания Прежде своего царствования Давид был по сердцу Господа До того, как он растерзал льва и медведя Он был по сердцу Бога До того, когда он убил Голиафа Он прежде всего, Давид, был по сердцу Бога И потом уже все было дальше, что я называла И это говорит, что каждый человек может быть по сердцу Бога Независимо ни на что Это не значит, что кто-то особенно помазанный Или какой-то служитель Или это если ты пастырь То ты можешь быть по сердцу Бога Нет, каждый человек Он может быть по сердцу Бога Давид, он не был еще помазан Он пас тебе овец Но Бог его избрал Потому что у Давида Было особое отношение к Богу И когда у нас есть это особое отношение к Богу Тогда у Бога есть особенное отношение к нам Тогда Бог, он поворачивается лицом к нам И тогда Бог, он действительно по-особенному относится к нам Потому что я называла, что Бог не одинаково к всем относился И мы знаем, как он любил Иова Какие были отношения у Иоанна И это люди, которые действительно выбрали то, что я хочу быть по сердцу Бога Человек по сердцу Бога может быть абсолютно каждый В тайной комнате Иметь эти близкие взаимоотношения с Богом Никто нас не видит, когда мы находимся в тайной комнате Но Бог имеет особое отношение к этому человеку Знаете, я вот всегда представляю, что Бог находится в комнате И Он сидит, ожидает нас Когда мы придем к Нему Когда мы сядем у Его ног Когда мы поговорим с Ним И мы пробегаем мимо комнаты постоянно Особенно утром мы спешим на работу И мы, доброе утро, Господь Благослови меня Я так спешу, мне некогда Мы вечером встретимся Вечером мы приходим, уставшие И ты опять Господь, спасибо тебе за этот день Но когда мы действительно заходим в эту комнату Когда мы в тайной комнате Когда закрыта дверь Когда нас никто не видит, но видит Бог И когда мы имеем эти личные взаимоотношения с Богом Когда мы начинаем общаться с Богом Бог открывает свое сердце Бог поворачивает свое лицо к нам Чтобы быть человеком по сердцу Бога Это не вопрос церкви Это не вопрос служения Это не вопрос призвания Это вопрос только взаимоотношения с Богом Я повторюсь еще раз Что человек, чтобы быть по сердцу Бога Это не вопрос церкви Это не вопрос служения Это не вопрос призвания Это вопрос только взаимоотношений, близости с Богом Давид имел близкие взаимоотношения с Богом. Он изливал свое сердце перед Богом. Он приходил к Богу, когда его отвергали дома братья. Он приходил к Богу, когда его не понимал отец. Многие над ним насмехались, но он искал взаимоотношения с Богом. И иногда мы проходим какие-то трудности в нашей жизни, и мы задаем себе вопросы. Почему я прохожу эти трудности? Почему именно я? Почему мы задаем Богу такие вопросы? Но каждая трудность – это подготовка к огромному будущему, то, что Бог приготовил для нас. Каждая наша трудность. Бог ничего нам не может доверить прежде, чем не подготовит. И мы не можем ничего иметь прежде, чем когда Бог нас не подготовит. Мы очень часто хотим пренебречь этой подготовкой. Нам хочется все очень быстро, чтобы происходило. Но Бог, Он трудится с нашим сердцем. Бог, Он готовит наше сердце для чего-то особенного, для будущего. И прежде чем Бог позволил Давиду убить Голиафа, Он позволил ему убить льва и медведя. Он позволил ему тренироваться и готовиться. Бог, Он никогда не дает испытаний сверх силы. Никогда. Если даже тебе кажется, что все, я уже больше не могу, мне так тяжело. Но просто знай и запомни эти слова, что Бог действительно никогда не дает сверх силы. Бог всегда на твоей стороне. Бог всегда видит тебя. И Он знает твои обстоятельства, которые ты проходишь. И сегодняшняя твоя ситуация – это есть подготовка к твоему завтрашнему благословению. И быть человеком по сердцу Бога – это значит согласиться на определенный процесс, чтобы Бог работал с нашим сердцем. Но так часто мы не соглашаемся. Так часто мы просто не хотим, когда Бог, Он начинает трудиться с нашим сердцем. Когда Бог что-то делает с нашим сердцем. Нам часто хочется, чтобы Бог поработал сердцем пастыря. Нам так хочется, чтобы Бог поработал с нашим лидером или с каким-то служителем. И нам кажется, ну я же такой хороший. Ну вот пастырь, Он просто меня не понимает. Мой лидер, Он меня не понимает. Боже, ну просто прикоснись к Его сердцу. Ну скажи Ему что-то, измени Его сердце. Нам всегда кажется, что Я хороший, но вот пастырь, надо, чтобы Бог потрудился с Его сердцем. Но, знаете, действительно, что все эти люди, они являются огромным благословением, чтобы Ты стал иным человеком. И если что-то действительно происходит в нашей жизни, нам нужно сказать, Господь, что Ты хочешь, чтобы я изменился в чем? Покажи мне, Господь, если я прохожу эту трудность, если это случилось в моей жизни, значит Ты что-то хочешь мне показать. Значит, Ты проводишь через что-то меня. И я знаю, что Ты меня готовишь к огромному будущему. Я прохожу эти испытания, но Ты что-то приготовил для меня. Иисус мог состояться без Петра. Иисус мог состояться без Иоанна. Но Он не мог состояться без Иуды. Бог допускает какие-то обстоятельства, чтобы мы стали другими людьми, чтобы наше сердце, оно стало другим. И чтобы мы стали ближе к Богу, чтобы мы стали по сердцу Бога. Большой победой не бывает без предыдущей маленькой победы. Не бывает большой победы. Всегда есть маленькая победа в начале и потом только большая победа. Тренируйте победу в той области, где у Вас наибольшее поражение. Вот где происходит наибольшее поражение, нам нужно тренировать всегда нашу победу. Не бойтесь посмотреть реальности в глаза и сказать. Хотя ты реальность такая ужасная. Хотя все так тяжело. Но я победитель. Я знаю, что я пройду эту ситуацию. Я стану победителем в этой ситуации. От того, что мы избегаем нашей реальности, наших слабых сторон, мы не становимся победителями. И мы должны сказать действительно, что с этого дня я принимаю решение быть победителем. Я никогда не буду больше падать. Нам нужно просто избегать искушений в этой области. Нам нужно избегать искушений. И мне очень нравится одна история, прочитала. Однажды один человек, он искал себе водителя, кто бы мог возить его в карете. И он дал объявление в газете, что кто ближе всего проедет возле опасности, возле пропасти, тот станет человеком, который будет возить меня в карете. И пришел один человек, и он сказал, я смогу проехать возле пропасти за один метр. И этот человек ему сказал, нет, я не могу взять тебя на работу. Пришел второй человек, и он сказал, что я могу проехать ближе, чем этот человек. И этот тоже человек, он посмотрел на него, сказал, я не могу тебя взять. И пришел третий человек, и он сказал, он его спросил, этот хозяин, как близко возле пропасти ты можешь проехать. И он сказал, я не знаю, как близко я могу проехать возле пропасти. Но когда я услышу, что там есть пропасть, опасность, я буду держаться от нее как можно подальше. И этот человек, он взял его на работу. Знаете, победа – это не всегда быть сильным человеком. Победа – это держаться как можно подальше от искушений. Потому что иногда искушения, они одерживают над нами победу. Когда Давид пришел на место сражения, он пришел, чтобы победить. Давид, он встретился с огромной оппозицией неверных советов. Очень часто мы встречаемся с оппозицией, и это не всегда дьявол. Это естественный процесс сомнения, неверия. И нам просто нужно уметь различать этих советников. И некоторые советы, они не имеют в себе опыта победы. И когда нам люди советуют, те, которые не прошли этот опыт победы, это, знаете, не всегда правильно. И Давид, он спрашивал, что будет тому человеку, который одержит победу над Голиафом. И человек, знаете, он всегда мотивируется наградой. Некоторые ему говорили, ты что? Ну, что ты себе возомнил? Что у тебя за бредовая идея? И очень часто взрослые просто подавляют мечту детей. Те люди, которые понесли поражение, они этот дух поражения стараются принести в твою жизнь. Знаете, всегда те люди, которые действительно перенесли этот дух поражения, они начинают говорить тебе слова поражения. Они начинают в твой дух говорить слова, которые принесут поражение. И если ты возьмешь эти слова, ты действительно одержишь поражение. И когда выходил Голиаф, он ничего еще не сделал плохого. Знаете, когда я читала вот эту историю, я, честно вам сказать, я как бы посмотрела на него совершенно другими глазами. Думаю, Боже, Голиаф, он просто выходил, он просто говорил, он никому ничего не сделал плохого, он никого не убил еще, он никого не ранил, он никого не ударил. Он просто высвобождал слова, он просто говорил слова. И эти слова, они принесли страх и поражение. И родные братья Давида, они уже были поражены внутри. И не только братья Давиды, весь Иерусалим, он был действительно, ну знаете, этими словами поражен. Весь народ, он был в страхе. Они все боялись его, а он еще ничего не сделал. Он просто только выходил и говорил слова. И знаете, внешне братья, они выглядели сильными, воинами, но внутри они потерпели поражение. Поэтому они сказали им, Давиду, ты пришел себя выставить, ты пришел себя показать, мы знаем твое сердце, ты оставил овец, ты оставил свое пастбище, ты пришел здесь порисоваться, уходи отсюда, что ты здесь делаешь. Они начали ему говорить эти слова, потому что внутри они уже были поражены. Их дух, он уже был поражен. Но Давид не остановился, он не принял эти советы поражения, потому что советы поражения не являются авторитетом для нашей жизни. Пусть никогда в твоей жизни не будут действительно авторитетом слова поражения. Если ты слышишь, когда тебе человек говорит какие-то слова поражения в твой дух, ты просто не принимай, просто уходи от этих советов. Советы, почему ты не можешь, ты не должен вообще, ну как бы принимать. Мы должны искать и прислушиваться к тем советам, почему ты можешь. Вот эти слова, ты можешь принимать в свой дух. Почему ты можешь состояться, почему ты можешь быть победителем, почему ты можешь подняться, почему ты можешь быть сильным, почему ты можешь быть служителем. Вот эти слова нам действительно нужно слышать и вставать, если ты действительно как бы сегодня не служитель. если тебе сегодня тяжело, и если ты слышишь эти советы, когда человек тебе говорит в твой дух, ты можешь, я знаю, поднимайся, вставай, я тебе помогу, ты сильный. И вот эти советы мы действительно должны брать и принимать это. Знаете, когда тебе человек говорит, что почему ты можешь начать домашнюю группу, возьмите слова на вооружение, потому что этот человек, он видит тебя победителем, он видит тебя лидером, он видит в тебе потенциал, и он знает, что ты сможешь повести домашнюю группу, он знает, что ты сможешь быть супер классным служителем. Вот эти слова, нам действительно нужно брать свой дух, потому что ты имеешь действительно огромный потенциал от Бога. Когда Давид пришел к Саулу, он ему говорил, ты молод, ты неопытный, а Голиаф, он воин от юности своей. Малыш, что ты пришел сюда, ты посмотри на себя и посмотри на Голиафа. Но Давид, он не слышал эти слова, он не хотел их слышать. Смотрите, здесь шла борьба вокруг слов. Между Израилем и Голиафом шла война слов. Между Давидом и братьями шла война на словах. Между Давидом и Саулом шла война на словах. Потому что если мы потерпели поражение на словах, мы потерпим поражение на делах. И дьявол это очень хорошо знает. Если мы потерпели поражение в словах, мы обязательно потерпим поражение в делах. И поэтому важно очень следить за тем, что мы говорим в свой дух. Что я себе говорю? Я неудачница, у меня ничего не получится, я вообще ничего не могу. Или я говорю, я успешна, я благословенна, я имею огромный потенциал от Бога. И я знаю, что я смогу. Если кто-то смог, у меня это получится. И я знаю, что Бог на моей стороне. Что я говорю в свой дух? И когда мы действительно говорим эти слова, мы одержим обязательно эту победу. Смотрите, Давид, он не потерпел поражение в словах. Почему это очень важно? Очень часто мы хотим, чтобы кто-то нас мотивировал. Чтобы кто-то нас вдохновлял. Чтобы кто-то нас поддержал. Мы часто говорим, что нам нужно, чтобы кто-то, ну, было какое-то попечительство. Вот так не хватает в церкви попечительства. Но так мало, вот так мало заботы. Вот так мало. И нам всегда кажется, что нам нужна какая-то мотивация. Это прекрасно, когда тебя мотивирует пастырь. Это прекрасно, когда тебя мотивирует лидер. Это прекрасно, когда тебя мотивируют близкие, соседи. Это очень классно. Но очень часто мы попадаем в такие ситуации, где нету никого рядом, где мы остаемся один на один, где нет рядом пастыря, где нет рядом служителя, где рядом нет никого, кто бы мог тебя мотивировать. Ты остался один на один со своей проблемой. Нас атакуют словами, нас атакуют чувства, нас атакуют страхи. И когда мы остаемся одни на одни. И твои слова, то, что ты слышишь, что тебе говорит дьявол, что тебе говорит кто-то, слова какие-то поражения, какие-то обстоятельства ты попал. И мы в этот момент можем потерпеть поражение. И не стать человеком по сердцу Бога. Знаете, очень часто происходят такие ситуации в жизни. Почему мы говорим, что мы должны сами себя мотивировать, мотивировать словом Божьим. Мы должны сами себя питать словом Божьим. Мы должны иметь эти близкие взаимоотношения с Богом. Мы должны стать по сердцу Бога. Чтобы когда случается какая-то ситуация в нашей жизни, чтобы действительно ты услышал слова Бога, а не слова дьявола. Чтобы ты услышал от Бога то, что Бог хочет для твоей жизни. Почему мы терпим поражение? Мы не говорим правильные слова. Слова других людей, они могут задавить нас. Слова других людей, они могут унизить нас. Слова других людей, они просто могут сделать нас такими, которые действительно перестанут быть воинами. Мы перестаем быть воинами. И знаете, нам сказали, да, там даже в семейных каких-то обстоятельствах, когда один там, да, из семьи может говорить, там, все плохо, нет денег, ты не зарабатываешь там или еще что-то. Ну, любая ситуация, да. И то есть какие слова ты берешь в свой дух. И вот когда происходят такие ситуации, знаете, очень часто нам всегда, ну, хочется, чтобы кто-то рядом был, чтобы кто-то сделал, ну, мою работу за меня. Вот, ну, ну, пускай, вот, Света за меня помолится. А я вот посижу и вот отдохну, да, я не просто не могу. То есть Бог ожидает, что каждый из нас, он встанет и он просто сделает свою часть работы. Дорогие, никогда не ориентируйтесь, что вы сможете за счет, ну, что вы действительно, ну, за счет другого вдохновения, кто вас будет вдохновлять, вы одержите какую-то победу. Никогда не ориентируйтесь на это. Чужая мотивация тебе не поможет. Знаете, кто мотивировал Давида? Братья, они не мотивировали его. Кто мотивировал Давида? Саул, он не мотивировал его. Другие люди, они также не мотивировали Давида. Давид мотивировал сам себя. Его слова, они мотивировали его дух. Его слова, они мотивировали его сердце. Его слова, они мотивировали его победу. И нам нужно питаться Словом Божьим, нам нужно быть настолько пропитанными Словом Божьим, что действительно, когда происходит какая-то ситуация, а у тебя всплывает Слово Божье, у тебя всплывает из твоего духа Слово Божье, и ты просто этим Словом Божьим провозглашаешь и говоришь свою жизнь. Если вы хотите быть победителем, вам нужно ежедневно действительно питаться этим Словом, нам нужно позитировать эти слова, мотивировать, говорить свою жизнь, и действительно, знаете, говорить, что я состоюсь, я буду хорошим служителем, я буду хорошим семьянином, я буду хорошим бизнесменом, я знаю, что у меня получится, я знаю, что я пройду эту ситуацию. И когда мы будем ощущать себя каждый день, ну, омывать себя каждый день этой банью водную, знаете, если человек плохо пахнет, если человек не моется, не купается, да, и он постоянно находится, ну, живет непонятно где, от него всегда плохо пахнет, и ты ничем не уберешь этот запах. Брызгайся дезодорантом там не знаю сколько, наноси на себя что хочешь, да, может быть, на какое-то время это тебе, ну, там поможет чуть-чуть, да, но если ты действительно не смоешь это все водой, приходит, когда мы смываем это все водой, в душу идем, приходит свежесть, приходит освежение. Вот нам нужно быть действительно пропитанной, омытой этой банью водную, этим словом Божьим, быть настолько пропитанными, чтобы действительно в любой ситуации мы выходили победителями из любой ситуации. Если вы будете ждать, чтобы кто-то вас поверил, вы можете никогда не дождаться, никогда, поэтому нам нужно действительно, ну, поверить, я верю сама в себя, я верю, что я смогу, если я буду ждать, что подойдет ко мне пастырь или подойдет ко мне кто-то служитель и скажет, ты знаешь, я верю в тебя, сестра, у тебя это получится. Мы должны сами себя мотивировать, мы должны понимать, кто я во Христе Иисусе. И действительно, ну, каждый из нас, он победитель. Давид не ожидал мотивации от людей, он сам себя мотивировал словом, он обновил свое тело, свою душу, он мотивировал себя на победу, он знал, что он одержит победу, он знал, что он победитель. Ему не важно было, какого размера этот Голиаф, ему было все равно, потому что он знал, кто он есть, он знал, что в нем живет Иисус, он знал, что Бог на его стороне, он знал, что он одержит победу. Это всегда наш выбор, с кем мы проводим время, это всегда наш выбор, с кем мы общаемся, что мы смотрим по телевидению, это всегда наш выбор. Знаете, никто вас не видит, вы один на один остаетесь с телевизором, и что вы смотрите, это ваш выбор. Вы смотрите с красным квадратиком, что там даже говорят, что этого смотреть не надо, или что ты смотришь, то есть что ты питаешь свой дух. Знаете, это очень важно. И какая атмосфера в нашем доме, это всегда наш выбор, это мой выбор, какая у меня атмосфера в доме. У меня любовь, у меня все хорошо, или постоянно ссоры, скандалы, это мой выбор, какая у меня атмосфера в доме. И то, что мы имеем сегодня, это был наш выбор вчера. Это был наш выбор вчера. Поэтому, дорогие, драгоценные, нам действительно нужно выбрать, что мы смотрим, с кем мы общаемся, как мы проводим время. Потому что всегда, ну знаете, людей, которые с неправильным каким-то сердцем, с какими-то обидами, с каким-то духом непрощения, с каким-то духом недовольства, всегда таких людей тянет друг к другу. Всегда, всегда. Потому что есть о чем поговорить. Но те люди, которые имеют близкие взаимоотношения с Богом, которые пропитаны Богом, они по духу очень близкие, они находят друг друга, потому что имеешь о чем поговорить. Но когда я прихожу к сестре, я говорю, слушай, вот сегодня видела того-того, ты знаешь, знаете, сплетни, они всегда, а если имеет эти близкие взаимоотношения с Богом, она скажет, стоп, сестра, ты что, давай будем молиться об этом. То есть, знаете, у меня есть выбор, с кем я провожу время свое, чем я питаюсь. И первое царство, 17 глава, 48 стих, там написано. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю, навстречу филистимлянина. У него был принцип, что делаешь, делай скорее. Когда Давид понял, что ситуация пришла к тому, что надо действовать, он не медлил, он встал и начал бежать. Он не сидел, но он встал и он начал бежать навстречу своей проблеме. Он знал, что если я не побегу, может произойти что-то неповторимое. Как только Давид увидел, что Голиаф движется, то Давид, он встал и побежал. Знаете, иногда наше медление, оно нас убивает. Наша нерешительность, знаете, это наш враг. И когда мы видим, что надо действовать, а мы начинаем медлить, то это работает всегда против нас. Всегда. Когда мы медлим в момент действования, в момент, когда нужно действовать, мы терпим поражение. Всегда мы терпим поражение. Знаете, если бы Давид в это время начал молиться, когда Голиаф побежал на него, Давид встал и начал молиться. О, Господь, дорогой, сейчас приближается Голиаф, я даю его в твои руки, прикоснись к нему, защити меня. Голиаф бы пришел и поразил Давида. Но Давид, он встал и побежал. Знаете, есть время, когда мы можем молиться, и есть время, когда нам нужно действовать. И вот очень важно нам молиться и проводить время до того, когда случается какая-то ситуация в твоей жизни. Если ты не имеешь близких взаимоотношений, если ты не проводишь время с Богом, и когда случается что-то в твоей жизни, и тогда ты просто терпишь это поражение. Почему? Потому что ты не провел это время до того, когда нужно было действовать. И когда уже нужно действовать, тебе нужно встать и бежать. Тебе нужно встать и бежать навстречу той ситуации, которая есть в твоей жизни, чтобы ты одержал эту победу, чтобы ты действительно одержал победу над той ситуацией, которая есть в твоей жизни. И это очень важно. Нам нужно действительно как бы действовать, действовать, действовать. И когда созрела ситуация, знаете, предательство Иисуса, то что Иисус сказал? Он посмотрел на Иуду и он сказал, что делаешь, делай скорее. Когда приходит время действовать, не спрашивайте себя, как вы себя чувствуете. Давид, он не спрашивал, как он себя чувствовал, но он встал и побежал. И как важно действительно встать, подняться и делать то, что мы должны делать. И когда ты поднимаешься и действуешь, приходит Божье помазание. Когда ты действительно встаешь и начинаешь действовать, вот приходит тогда Божье помазание. И дальше в 1 царство, 18 глава, говорится с 51 стиха. С 51 по 54. Я зачитаю 54 стих. И взял Давид, когда он уже поразил филистимлянина, и взял Давид голову филистимлянина. И отнес ее в Иерусалим, и оружие его положил в шатре своем. Знаете, здесь важный момент. Когда Господь дает тебе одержать какую-то победу, Он всегда в этой победе готовит тебя к следующей победе. Всегда, всегда. Когда что-то происходит в твоей жизни, Бог тебя готовит к следующей победе. И в каждой победе есть всегда оружие для следующей победы. И очень важно, да, что Библия говорит, что Давид взял две вещи. В одну руку он взял голову филистимлянина, и в другую руку он взял меч. И вот скажите, что было важнее, взять голову или взять меч? Конечно же меч, но Давид, он взял голову. И он сказал, а зачем мне меч? Он оставил этот меч, он положил его в шатер, а голову, вот голову я возьму. И он взял, и он даже никому не доверил эту голову. Он решил сам ее принести, потому что он посчитал, что это такая была ценность. И он пришел в Иерусалим с головой. И действительно, когда он шел, то израильские дочери начали слагать песни. Они кричали, что Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысячи. И он носился с этой головой. И как часто мы носимся в своей жизни, мы хватаемся за плод нашей победы. И так часто мы носимся с этим, мы говорим об этом постоянно. Мы ходим, мы всем рассказываем, какая у нас была победа. И мы с этой головой носимся, носимся, носимся. И когда мы слишком много говорим о своих достижениях, то происходит то, что произошло с головой Голиафа. Она начала вонять. То же самое происходит с нами. Знаете, когда мы слишком много хвалимся нашими победами, от нас так же начинает вонять. И нам кажется, что все должны знать о наших победах. Все должны знать. Вся церковь должна узнать о том, что я победил. Вся церковь должна знать. Все люди должны знать. Но на самом деле Бог хотел, чтобы Давид, он хвалился мечом. И Бог хотел, чтобы он взял этот меч Голиафа, и чтобы он сражался мечом Голиафа. Потому что в каждой победе есть семя следующей победы. И Бог дал ему это семя. И настало время, когда Давид, он вообще потерял из виду меч свой, он потерял его. И когда в очередной раз, когда Саул за ним гнался, он вбежал в шатер к первосвященнику. И он сказал, он говорит, что у тебя есть? Ну ничего, только меч Голиафа. И он сказал, дай мне, потому что нет таких, как он. Давид, он потом говорил, что настолько, ну, я увлекся своими достижениями, что я забыл о семени новой победы. Я оставил этот меч. Как часто мы хвалимся вчерашними, позавчерашними победами. А помнишь, как это было? А помнишь, как Господь посещал меня? А помнишь, как Господь меня использовал? И мы хвалимся этим, мы говорим об этом. Но мы должны вооружиться не тем, что было вчера, а тем, что нас ожидает завтра. Нам нужно этим вооружиться. И мы должны думать о завтрашних победах, о завтрашних сражениях. Ты и я, мы должны об этом всегда думать. Мы должны положить вчерашние трофеи в мешки и просто закопать их в землю. И сказать, все, достаточно. Я больше не буду жить вчерашними победами, но я буду жить завтрашними победами. Я буду жить тем, что у меня будет завтра. Мы должны вооружиться сегодняшним словом, которое дает нам Господь. Мы должны взять это слово и действительно идти вперед. И сказать, я готовлю стружение, которое ожидает меня впереди. Почему Давид, он был по сердцу Бога? Потому что он всегда смотрел вперед. Он всегда видел эту победу. Он всегда знал то, что действительно я с Богом, я смогу это. У меня все будет. И даже тогда, когда он потерял меч Голиафа, он покаялся. Он возвратился, он забрал этот меч. И с этим мечом он совершил еще множество, множество и множество побед. И почему это очень важно? Что действительно он вооружился не головой Голиафа, а мечом. Он это понял, он это осознал. Он понял, что головой нельзя вооружиться, потому что это надолго не хватит. Она начала вонять. И когда он действительно понял, что мне Бог дал семя, семя, которое я должен взять и которое я должен одержать еще много и много побед в своей жизни. Если ты хочешь, чтобы действительно кто-то тебя мотивировал, просто перестань это ожидать. Бери оружие, поднимайся, вставай и скажи, я иду вперед, я иду побеждать. Сегодня твое и мое время для победы. И сегодня твое и мое время действительно взять все, что у нас есть, наше мужество, проявить свою веру, проявить свою верность и идти вперед. Оставить просто заднее, оставить то, что удерживало и сказать, что пришло мое время для полной победы. И Бог, Он всегда, всегда на твоей стороне. Нам просто нужно знать об этом. И мы победим не тогда, когда мы будем говорить, что я с этого буду иметь. Но мы победим тогда, когда я скажу, какую пользу я могу принести. Вот тогда ты одержишь победу. Давид, он действительно знал, что когда он одержит победу над Голиафом, он принесет пользу для всего Израиля. И поэтому нам нужно, ну как бы, всегда это знать и помнить. Знаете, я просто хочу действительно ободрять каждого из вас, что мы можем быть сильными. Мы можем быть сильными в Боге. Но то, что нам нужно, это стать человеком по сердцу Бога. Стать теми людьми, которыми просто Бог, Он будет особенно относиться. Особенно относиться. Но знаете, когда вот действительно, когда ты приходишь к Богу, когда ты садишься у ног Его, когда ты начинаешь общаться с Ним, когда ты имеешь эту близость с Богом, тогда, знаете, сердце Бога, оно просто, ну тает, оно открывается. Он говорит, мой любимый, самый лучший сынок, самая лучшая дочь. Он начинает совершенно по-другому к тебе относиться. Но когда мы не имеем этого, мы всегда чем-то недовольны. Нам кажется, что вот кто-то, особенно какой-то любимчик там, вот он служитель такой великий, вот он пастырь, потому так Бог к нему относится. Нет. Каждый человек, он может быть по сердцу Бога. Каждый. Независимо, кто ты. Простой член церкви. Или ты служитель. Или ты лидер церкви. Независимо от того, мы можем быть по сердцу Бога. На этих всех примерах, которые я говорила, что действительно мы можем взять это на вооружение. И иметь эту близость с Богом, и общаться с Богом до того, когда происходят эти все ситуации в нашей жизни. Потому что я знаю, что когда происходят ситуации, действительно нет никого вокруг. Только ты и твои обстоятельства. И вот тогда ты, кто ты, вот ты, когда провел это время с Богом, ты действительно, ты выходишь победителем. И я хочу пожелать каждому из вас быть победителем в любой твоей ситуации. И если что-то происходит в твоей жизни, то знай, что Бог тебя готовит к следующей победе. Чтобы ты одержал огромную большую победу. Чтобы ты одержал победу над Голиафом. Вначале Он тебе даст разорвать этого льва. Разорвать этого медведя. И потом Он тебе даст одержать победу над Голиафом. Знай, что всегда, всегда, если что-то происходит, просто скажи, Господь, что ты хочешь? Ты хочешь изменить мое сердце? Я готов. Я готова. Меняй меня. Я хочу, чтобы ты изменил меня. Чтобы ты переплавил меня. Чтобы я слышала тебя. Чтобы мой разум, он был открыт, чтобы слышать. И пусть Бог, Он действительно, ну, благословит каждого из нас. Пусть в нашей жизни всегда будут, если происходят какие-то обстоятельства в нашей жизни, то никогда не влияет этот дух поражения других людей в твою жизнь. Чтобы эти слова, они не ложились в твой дух. Но чтобы ты знал и всегда слышал тех людей, которые уже одержали победу, которые имеют дух победы, которые знают, как это делать, которые знают, как победить. Вот тогда берите слова и скажи, да, действительно, я одержу победу, я сильный воин, я смогу, потому что я победитель в Боге. И уже две тысячи и больше лет назад Иисус одержал эту победу. И сегодня ты и я, мы можем ходить победителями. Мы не должны унывать. Мы не должны, ну, быть такими, знаете, когда мы приходим до, особенно когда идет хвала и поклонение. Не знаю, это такое драгоценное время, когда мы приходим к Богу, когда мы можем просто ухватиться за Него, когда мы можем раствориться в Нем. И знаете, когда ты приходишь в Дом Божий, идет хвала и поклонение. Когда ты можешь позволить себе там сидеть или что-то рассматривать. Я не знаю, если у нас есть рот, то мы должны открывать свой рот и петь. Если у меня есть руки, то я должна поднимать свои руки и прославлять Господа. Если у меня есть ноги, я должна с почтением относиться к самому драгоценному и великому, что есть в моей жизни. Знаете, вот если там какой-то президент или еще что-то, то мы ведем себя совершенно по-другому. Поэтому нам нужно пересмотреть и вот иметь эту близость с Богом и стать человеком по сердцу Бога. Аминь. Давайте мы встанем. Драгоценный папочка, Боже, мы так благодарны Тебе за то, что Ты нас учишь, за то, что Ты показываешь, Господь, что да, действительно, Ты относишься ко всем не одинаково, но Ты нелицеприятен. Боже, Ты поворачиваешь свое сердце к тем, кто имеет особую близость с Тобой, кто проводит время с Тобой, кто имеет эту близость и общение с Тобой. Ты просто поворачивайся к ним. Господь, дай каждому из нас, чтобы каждый из нас, он имел эту близость с Тобой, чтобы каждый из нас стал человеком по сердцу Твоему, чтобы Ты сказал, что да, Ты по сердцу моему. Господь, дай, Боже, просто действительно проводить это время с Тобой, раствориться в Тебе, чтобы, Господь, эта близость, она просто-просто благоухала, чтобы каждый из нас, Боже, он был настолько пропитан Тобой, что когда приходит какая-то трудность в нашей жизни, когда случается какая-то ситуация в нашей жизни, Боже, мы были мотивированы Тобой, этим словом, которое Ты нам даешь, чтобы мы не ждали мотивации от других людей, чтобы мы не думали, что кто-то будет нас мотивировать, что кто-то будет быть каким-то попечительством заниматься или еще что-то, Боже, но Ты хочешь, чтобы каждый из нас, он имел эту близость с Тобой, чтобы каждый из нас имел эту тайную комнату, куда мы можем просто зайти, поговорить с Тобой, раствориться в Тебе. Папочка, прости за то, что так мало времени мы проводим с Тобой, за то, что мы всегда куда-то спешим. Господь, но Ты всегда ожидаешь, Ты всегда ждешь, Ты всегда ждешь, когда мы придем к Тебе. Папа, дай, Боже, пересмотреть нашу жизнь, дай нам, Боже, стать теми, кто действительно будет проводить время с Тобой, стать теми людьми, которые будут по сердцу Твоему. Боже, мы хотим, Господь, чтобы каждый из нас, он просто тронул Твое сердце отношением к Тебе, наш Бог. Папочка, папочка драгоценный, любимый наш, любимый наш прекрасный, Господь, Ты всегда говоришь к нам, но мы так часто не слышим Тебя, мы не хотим слышать Тебя, но Твой тихий, нежный голос, он говорит в наш дух, он говорит в наше сердце. Дай, Боже, чтобы каждый из нас, он был постоянно пропитан, Господь, словом Твоим, омытым этой в баню водную, Господь, чтобы каждый из нас, он стал другим. Мы оставляем все прошлое, мы оставляем всякую нашу победу, которая была вчера, позавчера, и мы, Господь, берем то оружие, которое Ты нам дал, и мы просто идем вперед, и мы говорим, что мы победители в Тебе, мы справимся с любой ситуацией в нашей жизни. Господь, Ты не даешь сверх силы, Боже, драгоценный наш Бог, дай нам всегда знать, когда приходит какая-то ситуация, нам нужно встать и действовать, нам нужно встать и бежать навстречу этой ситуации, чтобы победить, чтобы одержать победу. Ты всегда нам даешь оружие, как Ты дал Давиду, который взял этот камень и просто бросил, и он одержал эту победу. Он не смотрел, какой Голиаф, он не смотрел, какая ситуация, но он просто знал, что он победит, Господь, потому что он до того имел эту близость с Тобой. Он до того знал, кто он есть, драгоценный наш Папочка, дай нам быть всегда сильными, сильными в Тебе наш Бог. Драгоценный, драгоценный Папа, спасибо Тебе за то, что Ты всегда учишь нас быть другими, быть другими. Драгоценный Бог, и мы благодарим Тебя за это прекрасное время, за эту возможность приходить к Тебе, приходить к трону Твоему, слышать Слово, Господь. Мы благодарны Тебе, наш Бог, спасибо Тебе, Папа. И с этого дня, с этого момента мы просто принимаем решение, мы принимаем решение быть по сердцу Твоему, мы принимаем решение, Господь, изменить свое отношение к Тебе, любимый, любимый, драгоценный, неповторимый. Папа, Папа, любимый, спасибо Тебе за Твое сладкое прикосновение, Духа Святого. Благодарим Тебя, наш Бог. Аллилуйя. И весь народ сказал Аминь.